Так, что я хочу сказать? Хочу рассказать про Китай. Для россиян, которые хотят полететь в Китай, но, например, они находятся за границей, не хотят возвращаться в Москву, чтобы ждать там 5-7 дней, делать визу, открывать ее там, можно полететь в Гонконг, можно полететь на остров Хайнан, кажется, еще в третье какое-то место можно полететь, я забыла, погуглите там. Я выбрала Гонконг и вообще не пожалела ни разу, потому что моя жизнь просто изменилась с того момента, как я прибыла в первый аэропорт, потом следующий у меня аэропорт был, у меня было две пересадки, вот, в общей сложности, потому что лететь далековато, да, и Китая, и Гонконг, по времени много, много времени занимает полет. Короче, в аэропорту Таиланда моя жизнь изменилась кардинально. Я благодарна судьбе и моему решению, что я во что бы то ни стало, лечу в Гонконг, мне плохо на все, и что бы ни случилось, как сейчас мне не нравится, поэтому я лечу, вот, и что. Короче, там, целка на каунтере стала кричать, что прям буквально реально наезжает на меня в стиле что ваш обратный билет, что, куда вы летите после Гонконга, я говорю, ну, в Гуанчжоу потом, в Китай, буду делать визу, потом лечу, я в любой момент могу оплатить свои карты, свои билеты и все прочее. Вот, и потом, короче, я говорю, я иммигрейшн, типа, что ты на меня наезжаешь, что тарешь, короче, спрашиваешь мне билет и все прочее. У меня есть уже все билеты, просто мне дали два посадочных, делала на третий, короче, вот, должна была вот тёлке получить, и она с таким видом, типа, хочет, чтобы я не полетела, улыбается, так вот, на меня, короче, прям вот, ну, наклонилась, ну, и меня начинают мне там что-то доказывать, я на неё в ответ наклонилась, начинаю орать, и все это наблюдает один человек, ну, все случилось с ним, и что произошло дальше? Вот, короче, я наехала на эту тёлку, она потом такая вся испугалась, я ей показываю свои букинги, отели и все прочее, говорю, вот-вот-вот, и, короче, типа, отъебись от меня, сучка. Короче, так для меня Таиланд вообще никак не привлекал до этого, так еще и вот этот случай в Таиланде в аэропорту очень сложно чего-либо найти, как-то я там все потерялась, я помню, я там бегала-бегала искала, где же этот посадочный, короче, и этот каунтер, Катай-Пацифик, была Airlines, вот, короче. Вообще, путешествовать я терпеть не могу, я хочу путешествовать на своем private jet, потому что реально меня просто вымораживают все эти работники аэропорта, как там вот что-то с багажом, там что, все вот это считать, сколько ты с собой берешь, что берешь, все взвешивать, переплачивать, доплачивать, выкидывать, до этого, как-то я помню, я выкидывала даже, потому что, ну, не знаю, короче, вот сейчас я все это переплачиваю в разы, постоянно какие-то билеты покупаю, дорогие и все прочее, потому что нужно много всего с собой брать, потому что съемки и все прочее, вот сейчас и мужик идет, прянется на меня, и этот, что хотела сказать, Гонконг, а, очень сложно, там что-то, нам там нужна какая-то карта, когда в эмбасе идешь, я уже забыла, как это называется, но там какая-то фигня вообще полнейшая, с открытием визы, когда нужно оплатить, не в окошке, а, а, когда нужно отсканировать билеты, там что-то, booking, какая-то там фигня была нереальная, так что нужно у локал-китайцев спрашивать, вот это все, какую-то карту у них там, они там что-то делают, я не знаю, короче, короче, будьте осторожны с этим, ну, это все, в принципе, а, если бы я не была со своим, там, мужчиной, то реально это для меня было бы очень сложно, уж насколько я привыкла путешествовать, но Китай для меня оказался сложнейшей страной, он немного китайский, знает китайский, я, как бы, знаю только нихао, и все, и до сих пор, в принципе, бангуа, бангуа, это что, отель, нига, нига, это нужная, что еще, я помню, я больше ничего не помню, в принципе, когда там живешь, ты начинаешь понимать, конечно, но вообще, это капец вполне еще, вот, что нужно подготовить для визы, меня не спрашивали, слава богу, обратный билет, а, есть собеседование, они назначают аппоинтмент, должен прийти в назначенный срок, если опоздаешь, потом тебе визу переносит, получение визы переносит, на какой-то там, еще день, все прочее, лучше не опаздывать, вот, что еще хотела сказать, я стала сжать телефон, передвигалась я в Китае только на такси, арендовать машину так и не получилось, потому что в Гонконге были недели, потом в Китае я пыталась несколько раз, там вообще какие-то нереальные вещи происходят, нужны какие-то переводы твоих прав, твои интернациональные русские права не подходят, да, хотя сейчас русские права тоже, типа, ну, нового формата, но он, например, даже в Дубае требует до сих пор, то есть, синюю чертову книжку с переводом твоих прав, хотя у тебя на английском языке все продублировано, в твоих правах нового образца, я не до сих пор, о чем спрашиваю, это все фигню, а в Китае так вообще, в аэропорту невозможно арендовать 2-4 часа, не работает там, вот эта аренда машины, и тем более, тебе дают только с водителем, там, в 10 часов все закрывается, или в 9, или в 10, вот, в Китае проблем также в 2-3 часа, вообще рестораны закрываются, ну, ночью, невозможно ничего поесть, питались мы только в турецких ресторанах, в муслим ресторанах, потому что невозможно есть китайскую еду, фу-фу-фу, я вообще это терпеть не могу, я хотела бы только попробовать змею и кровь, но я так и не нашла нормального цивильного ресторана, чистого, вот, короче, пока что мечта осталась мечтой, вот, в следующий раз я полечу, надеюсь, я думаю, может быть, заранее змею там, где поесть, потому что у нас вообще совершенно не было времени, стоянки на шоппингах, где-то там, о бизнесу, по делам, бизнес-шоппинг, свой шоппинг для себя, и все прочее, ну, совершенно не было времени, даже спальни очень мало, так, что я хочу сказать еще, так, что приготовьте лучше заранее перевод на китайский, перевод своих прав на китайский, вот, и тогда есть возможность того, что вам дадут арендовать машину, телефон сейчас нагреется, не будет работать санксом, что еще хочу сказать, вот, погода там, в принципе, хорошая, а, только в Гонконг, когда я пролетела, был нереально дикий ливень, и я вообще испугалась, что такой апокалипсис, все было темно вокруг, с аэропорта мы долго ехали, вокруг вообще темно, ни огней, ничего вообще, я была в шоке, я думала, в Гонконг, я представляла, светится, все просит, слава богу, потом мы приехали, когда в Туан-Тан, там уже все, ну, нормально, небоскребы, все прочее, Гонконг очень богатый, и это бизнес-центр, и там, ну, как бы все, многие люди разговаривают на английском, не так, как в Китае, в Китае проблема, реально никто не разговаривает на английском, вообще, и ты пытаешься на каком-то ломаном китайском, все это объяснить, показываешь, он в переводчике, у них там много диалектов, неважно, непонятно, на каком диалекте с ним разговаривать, мандаринский, не мандаринский, там, не знаю, какой-то, еще какой, вот, и я загрузила себе каких-то 10 клавиатур, на их вот, ну, это вообще, конечно, капец, когда ты в такси садишься и пытаешься сказать, выключите мне IC, закройте окно, это на полчаса на час translation, короче, они нифига не понимают, мне хочется убить этого таксиста, вот, метро я вообще категорически презираю, ненавижу, не использую ни в Москве, слава богу, сейчас все нормально, с этим я могу водить машину, и нормально вожу, и обгон у меня нормально выходит, все против, единственная проблема только с паркингом в узких местах, я ненавижу маленькие улицы, маленькие места, где нужно припарковаться, потому что я обязательно задену кого-то, и обычно моя машина не страдает, потому что она дорогая, а машина кого-то обязательно, короче, вся какая-то покоцанная, потому что у них какая-то дебильная краска, дебильные материалы, все прочее, что еще, что еще, что еще, что еще, прикидай сказать, в Гуанчжоу очень грязно, а в Гонконге классно, и в даунтаун не реально стоит, зависит надолго, там вообще огромная улица с лакшери брендами, я там купила очень много вещей, там свою любимую кэтбэк в Максмара, там в Пензи, купила платье, туфли, еще там колготки, блаток, вот в Гучи, там, короче, все эти вещи, короче, еще рука, косметику Сен-Ларан я там купила, вообще, ну, все позиции, абсолютно все я купила, ну, короче, тон, пудра, все, тушь, все, по две штуки, помад там, 8 или 10 штук, купила там, короче, лаки для ногтей, вышла на 2000 долларов, там классный молл, сока молл, в Сенсанайте я купила там, эти, как бы, чемоданы, ручная кладь, и такую, потом в Сенсанайте я купила еще в другой стране, ну, хорошая качество чемодана, хорошие замки, большие размеры у чемоданов, а в Сенсанайте, один я купила, два купила, с, фингерпринт, с блютусом, но там, правда, проблема с тем, что батарейку нужно заменить, хотя, вроде бы, новую поставили, но, что-то там, не опять не работает, фингерпринт, но если фингерпринт не работает, там есть код, который, ну, что где-то записается, чтобы не забыть, как открывать свой чемодан, вот, там можно даже отслеживать его, как трекер есть, через блютус, телефон подключаешь, там что-то приложение, кажется, может снять, я это не заморачивалась, пока что пользуюсь уже несколько месяцев, чемодан, но пока что не дошел, но вообще сам факт того, что это прикольно, два чемодана вышло, где-то там, 1200-1300 долларов, ну, где-то 100 тысяч рублей, наверное, 100 тысяч рублей, не знаю, короче, пишут, без два чемодана, окольные чемоданы, вообще очень много чемоданов понадобилось в эту осень, я купила еще, вообще в их сложности, наверное, 14 чемоданов, короче, такое, что еще, по-моему, заказчиков, так, про Гонконг, что еще можно сказать, ну, в Гонконге мы тоже в мусульном ресторанах, питались турецких, в мусульном, и там, в марокканском, там, что-то еще там, там можно заказать онлайн еду, слава богу, ну, мы заказывали, наверное, один раз только онлайн еду, вот, ну, так, в отеле, что-то можно заказать, но там в отелях нет мусульманской еды, что еще, я люблю арабскую кухню, я, ну, люблю узбекскую кухню, если в Москве, то я всегда ем в Тихонье, обязательно, несколько раз точно, но остальное строюсь еще в Киеве, в другие места, вот, мне нужно переодеться, на самом деле, сейчас переодемся и продолжим, так, ну, я переоделась в купальник, а, хоть что-то я еще хотела сказать, про Китай, сейчас мне уже хочется искупаться, наверное, поэтому продолжу, после про Китай, самое главное, что вы должны подготовить, это много денег, перевод своих прав, чтобы там арендовать нормальную машину, лучше вообще купить ее сам, вот, если у вас там постоянно бизнес замечается, естественно, лучше там есть, по-богу, у нас там есть друзья, вот, и вообще, они иногда нас подвозили, вот, потому что невозможно, будет естественно, там большие расстояния, также, были в городе Шэнтау, тоже находятся всякие фабрики, все прочее, шоу-румы, для товаров, вот, есть еще Шэньчжэнь с электроникой, там еще не пробовала, но планирую в последующем, в последующем мои трипы, также хочу побывать на фэшн вики в Гонконге, ну, вообще, я обожаю арабские страны, это прям мое, я когда-то в детстве танцевала, помню, типа, арабские танцы, например, танец с живота, там с подружкой прошли, жадьи все помнят, клоны, такой, лукус этого дебильного, ага, че там еще, че в кого мы влюбляемся, это зависит от нашего, вот, такого мировоззрения, bonus mind, да, че там еще сказать, вообще любить себя только нужно, только себя в каждом отельце, и следить своим интересам, угу, короче, я очень рада, что живу в современном мире, что я выросла, я очень ждала, когда мне когда-то исполнится 18 лет, потому что я хотела быть свободной, свободной в передвижении, чтобы мне никто не тыркал, чтобы я не жила там, где я, родители хотят, или угодно там, да, чтобы я жила, как я хочу, и вот, когда им, слава богу, я живу там, где я хочу, насильно, тем могу передвигаться, когда мне хочется, я могу сегодня быть в одной стране, уже через несколько часов в другой стране, и для меня это нормально абсолютно, и что я не люблю, это только вот всякие паспортные контроли, все эти регистрации на рейсы, ожидания в аэропорту, вот, ну, даже ожидания в аэропорту, мне это более нормально, чем эти регистрации и паспортные контроли, ненавижу эти дебильные вопросы, вообще, что еще хотел сказать, что я очень счастлива и рада, что у меня много идей, меня не все распирается, мои любимые бренды, это Gucci, Fendi, вот, вообще кабанами рада, слышишь, какие-то вещи, ботега нормально, но все говорят, это ботега, ботега, ну, короче, это нет, ну, у меня окей, там вот эти квадратные насы, какие-то, что еще, Луи Витон, да, мне нравится стиль, это наши слуи, луи, 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 иди сюда, я тебя поцелую, это песня саундтрека, это очень, так, и, сейчас пойду купаться, и, Субтитры сделал DimaTorzok